МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске области в эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И сейчас коротко о самых главных темах этого выпуска. Коронавирус повлиял на предпочтение туристов. Куда вместо Китая теперь полетят россияне? Миллионы цветов к 8 марта, когда сибирские розы потеснят на прилавках голландские. Каменные топоры и останки неандертальцев, что раскопали наши археологи в горах Алтая. Последняя неделя января будет морозной, как и начало февраля, которая, наконец-то, порадует сибиряков солнечными днями и отсутствием осадков. Однако, согласно долгосрочным прогнозам федеральных метеоагентств, последний месяц зимы может побить температурные рекорды и оттепели в наш регион придут раньше обычного. Если средняя температура февраля, согласно многолетним наблюдениям, около минус 15 градусов, то в этом году специалисты предполагают повышение до минус 8. И не исключено, что около ноля будет уже в середине февраля. Подчеркну речь о среднемесячных температурных показателях. Китайский коронавирус внес коррективы в планы российских туристов. Горящие путевки в Поднебесную уже не разлетаются, как пирожки. Люди боятся и предпочитают выбрать более безопасные для путешествий направления. Какие именно, узнала Елена Мершниченко. Это остров Ланкави, Малайзия. Туда Мария Новикова поехала вместо Китая. Испугалась коронавируса. Собиралась ехать в Китай, но из-за вируса стало страшно. Сейчас нахожусь в Малайзии, но китайцев здесь очень много. Отказались недавно от поездки в Китай клиенты туркомпании Екатерины Ждановой. Есть туристы, которые забронировались еще после новогодних праздников, рассматривали направление Китай. В общем-то, на тот момент никакой такой информации не было. Было все подтверждено. На настоящий момент нам приходится снимать эту заявку, поскольку туристы отказываются лететь по данному направлению, ну и поскольку снимаются вылеты. Сказать, что новосибирцы массово отказываются от туров в Поднебесную нельзя. В это время года всегда мало летает. Не сезон, да и китайский Новый год. Разве что деловые туристы. Но они туры не покупают. Только авиабилеты, которые сейчас им без проблем меняют. И возвращают деньги даже за невозвратные. Пока туристов из Китая в основном вывозят. Исключая тех, кто воспользовался ранним планированием. У кого на апрель, на март, они пока выжидают эту ситуацию, не сдавая путевки. Рейсы на Хайнань были приостановлены. И у нас на Хайнань должен был лететь только один рейс. Это компания туроператора Устур. А другие компании сняли эти рейсы. Приостановили рейсы в Китай в компании Нордавиа с 6 февраля по 22 марта. А вот С-7 летает в Поднебесную, как и раньше. Пять рейсов в неделю. Тем, кто боится коронавируса, чаще всего сейчас предлагают отдых в Арабских Эмиратах. Популярны также Вьетнам и Таиланд. Елена Мирошниченко, Борис Гладких, Новости ОТС. Другим темам. Сегодня на Совете по инвестициям в областном правительстве одобрили три крупных проекта. Это реконструкция элеваторов в Купино, куда готовы вложить больше миллиарда рублей. В такую же сумму обойдется строительство селекционного центра семян в Колыванском районе. Плюс новый транспортно-логистический узел. Если заявленные вами объекты автодорог связаны с ПЛП «Восточный», с другими инвестиционными проектами, тогда мы готовы на это пойти. Если это необходимо только для вашего предприятия, тогда выдаем техусловия, это региональная дорога, местная, Новосибирского района. Соответственно, Новосибирский район выдаст техусловия, и мы попросим все-таки включить эти работы в состав вашего проекта. Тем временем в селе Жуланка Качковского района отремонтировали старую школу, разобрали буквально по кирпичику и собрали снова здание 1967 года постройки. Его еще несколько лет назад признали аварийным, деньги на реконструкцию выделили, но работы долго не начинали, пока местные жители не обратились в приемную губернатора. Рассказывает Яна Рагуля. Сегодня здание школы пестрит яркими красками. Обновили все, начиная от фундамента и заканчивая крышей. В классах поставили новую мебель. Последние работы по ремонту здания завершили в декабре. Отремонтировали спортивный зал. Отремонтировали нашу школу. Просто прекрасно. Спортзал хорошо сделали. Просто это мечта. Дети сюда желанием ходят заниматься, когда уютно, тепло. Все это просто здорово. Капитальный ремонт продлил жизнь школе еще как минимум на 50 лет. А ведь совсем недавно обсуждалось ее закрытие. Одна из стен дала трещину. Жители села обратились в общественную приемную губернатора области. Состоял вопрос о закрытии школы. И поднялись родители и общественность, что надо было все пересохранить там школу, так как преподаватели высокой квалификации работают. И дети как бы надо было сохранить эту школу. Поэтому обратились в общественную приемную. Губернатор приезжал к нам. В жуланку отправили сотрудников общественной мобильной приемной. Специалистов, которые на месте сначала оценили масштаб проблемы, а после контролировали ее решение. Туда выезжала только мобильная приемная четыре раза. Сам губернатор там был дважды на этой школе, посмотрели. К нам обращалась и директор школы. Мы в формате, ну, наверное, раз в неделю связывались с заявителем, и директором школы уточняли, как идут вопросы. В мобильной приемной работали специалисты региональных министерств, с которыми учителя и строители оперативно согласовывали вопросы ремонта. Очень сложно проходило получение государственной экспертизы. Поэтому в этом нам оказала большая помощь общественная приемная губернатора. Благодаря им, можно сказать, мы быстро смогли сделать большой ремонт. Теперь сельская школа в жуланке по внешнему виду и по оснащению, как минимум, не уступает городским. А жителям региона сотрудники общественной приемной предлагают обращаться по тем или иным наболевшим вопросам. Только в прошлом году в районной области, в том числе и самые дальние, специалисты выезжали 70 раз и контролировали решения самых разных проблем. От ремонта дорог до выплаты социальных пособий и пенсий. Яна Рагуля, Артем Медведев, Константин Клещин, Новости ОТС. А далее в нашем выпуске расскажем о том, как выращивают розы в морозы, где высадился снежный десант, и с кем сегодня сыграет очередной матч «Наша хоккейная Сибирь». Оставайтесь с нами. В Искитиме после Нового года сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Пока меняли подрядчика, жители в прямом смысле слова пустые баки искали по всему городу. Сорить там, где живут, люди, понятно, не хотят. Но и долго терпеть несогласованность действий тех, кто за вывоз мусора отвечает, тоже не готова. Оксана Борисовна в этом году учится жить по-новому. Приходится осваивать раздельный сбор мусора. Пищевые отходы стараются донести до контейнеров ближайшего магазина. Пластик, бумагу, картон отдельные в печку. Мусор, так как его некуда девать, то есть мы стараемся часть мусора сжигать в бане. Это бутылки пластмассовые, плюс тетропаки. Ну вот так и сжигаем, получается. Остальной мусор мы ставим пока в ограде. С начала нового года жители улиц спортивной и транспортной восхитями коллекционируют мусор в огородах. Всех это дружно решили, что не гоже устраивать свалку на улице. И в ожидании мусорных перевозчиков вот уже четыре недели прячут отходы за забором, подальше от людских глаз. С 1 января у нас никто их не вывозит, но мы стараемся ей уже не пользоваться, вот как она наполнилась. Закрываем крышкой, потому что животные все раздербанивают, это будет все по улице. Есть вариант складировать мусор в контейнеры других жилмассивов, но это до поры до времени, пока соседи не заметили. Мусор мы увозим к сыну, он живет в центре из Китима, у них мусор там более-менее возят, и мы с ним отправляем. Жалоба обращения звонки мусорному оператору до последнего момента ничего не действовало. Дня два назад сказала, что у нас винился собственник, поэтому, говорит, ну, то, что он не выполняет свои обязательства, говорит, будем с ним созваниваться, работать. Я спрашиваю, а как мне быть-то по поводу мусора, куда девать? Ну, не знаю, копите. Однако на приезд съемочной группы ОТС представители перевозчика отреагировали оперативно. Ответ, который четыре недели ждали жители, удалось получить за 20 минут. По причине того, что человек, который сидел за рулем, он не знал, что здесь есть заезд, и по навигатору, который ему показал, ну, наверное, все-таки показалось, что там крутой спуск, и он побоялся сюда спуститься. Сейчас мы посмотрели, что есть другой спуск, и мы приедем сегодня ему, покажем, где этот есть заезд, а также я попрошу администрацию, чтобы этот заезд сделали пошире, и мы сегодня обязательно этот мусор вывезем. В любом случае, редакция ОТС будет следить за развитием событий, и проконтролируем, появился ли маршрут на карте водителей мусоровозов. Александр Попов, Алексей Зубила, новости ОТС. Строительство новых и реконструкция существующих дорог Новосибирской области, запуск перспективных авиарейсов. В столице региона сегодня обсуждали изменения в транспортной сфере. Что год грядущий нам готовит, разбирался Дмитрий Белькевич. Эта авария в областной столице на улице Жуковского унесла жизни двух человек. Причина – превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. А эта авария произошла в Тугучинском районе. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил столкновение с внедорожником. Один человек погиб, пять получили травмы. Это только несколько примеров смертельных ДТП в январе. Меж тем, за январь-ноябрь прошлого года на дорогах области погибли 250 человек. В 2018-м – 300. Снижение смертности обсуждают сегодня на заседании профильного министерства. По итогам 2019-го года удалось добиться снижения количества погибших в результате ДТП на 28 человек. Однако значение социального риска составило 9,7, что не соответствует указанному целевому индикатору. Это единственный показатель, который, к сожалению, по итогам 2019-го года мы не смогли выполнить. Задача – сократить количество мест концентрации ДТП. К концу прошлого года в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже 38% магистралей регионального значения привели в порядок. Расходная часть Дорожного фонда Новосибирской области на автомобильные дороги регионального и муниципального значения в 2020 году составит более 10,5 миллиардов рублей, что позволит привести в нормативное состояние почти 174 километра в рамках реализации программы БКД. Кроме того, дорожные службы отремонтируют 12 километров сельских дорог, на что выделят 342 миллиона рублей. Значительная часть суммы уйдет в венгеровский район. А к 2022 году на деревенские дороги направят почти миллиард и отремонтируют уже 38 километров. Обсуждают власти и возможность развития экспресс-пригорода. Для этого потребуются дополнительные пути, контактная сеть, больше 30 остановочных платформ. А вот проект крупнейшего за Уралом авиационного хаба уже утвержден. Реконструкция аэропорта Толмачёва обойдется инвесторам в 20,5 миллиардов рублей. В феврале воздушная гавань подведет итог конкурса на строительство первой очереди нового терминала, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2022 год. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта и запустить новые рейсы. Мы планируем развивать сеть маршрутов. В 2020 году у нас появляются такие маршруты, которых не было советских времен. Это Барнаул-Кемерово. Восстанавливается направление на Тель-Авив-Барселону. Но основная задача будет стоять в 2021 году. Это увеличение частоты полетов по существующему направлению, чтобы стыковки для трансферных пассажиров аэропорту Толмачёва сделать еще более удобными. Одним из стимулов развития воздушной гавани Новосибирска станет дальнейшее субсидирование региональных авиаперевозок. Так считает крупнейший эксплуатант Толмачёва компания «Эс-7». В прошлом году госкомпенсации составили 84 миллиона рублей. В этом году почти 370. Дмитрий Белькевич, Борис Гладких, Новости ОТС. В новосибирских теплицах будут выращивать розы под срез на продажу. Планы такие были и раньше, но не было возможностей. Теперь с вводом новой теплицы удастся освободить 2 гектара площадей. На них и высадят розы. Правда, первые партии смогут поставить только к концу этого года. Долгий процесс сейчас идет по той простой причине, что свернулась программа поддержки тепличной отрасли. То есть, если бы данная программа сохранила свою работу, то мы бы уже 2 года назад сделали бы там цветы. А цветочное направление в России вообще никак не поддерживается. 300 студентов готовы к борьбе с сугробами и к помощи пожилым. Сегодня стартовала всероссийская акция «Снежный десант». Студенты вузов разъехались по районам области. Ксения Петренко провожала Максима и его команду. У каждого несколько огромных сумок. Все подписаны, чтобы не потерять. Багаж надо сложить в автобус и ничего не забыть. Максим поедет со снежным десантом в третий раз. Говорит, путешествие необычное. В нем особая романтика. Понимаете, это абсолютно другой мир. Это, ну, не описать словами просто. Ты приезжаешь. Да, конечно, деревня есть деревня. Все мы ездили к бабушкам. Многие, конечно, не ездили. Но не суть. И ты приезжаешь и начинаешь впахивать, надеясь, что эффект бумеранга откликнется на тебе и на твоих родственниках. «Снежный десант» — акция, которая зародилась в Алтайском крае, а теперь всероссийский масштаб. В этом году 300 студентов отправляются по районам области. Поменять аудитории и лекции на физический труд. Ну, конечно, все-таки акция зимняя. И не хочется как-то заболеть. Для здоровья тоже надо думать. Мы много на холоде проводим, поэтому для безопасности мы все в ванниках в максимально теплой одежде находимся. Очистить снег, наколоть дров, помочь детскому дому или научить школьников рисовать — обещают откликнуться на любые просьбы. Ребята взяли с собой теплую одежду, обувь, костюмы для выступлений и, конечно же, флаг отряда. Это обязательный атрибут поездки. Единственное, что не берут с собой — это инвентарь. Его выдадут уже на месте. Почти две недели ребята будут колесить по районам области в списке 150 населенных пунктов. Студентов разделили на отряды. В каждом по 20 человек. Днем работают, вечером дают концерты. Они помогают ветеранам, они помогают людям, которым нужна такая помощь. А чем это важно для студентов? Для студентов это важно в том, что они с раннего возраста, с юности начинают заботиться о других людях, помогать другим людям, узнавать жизнь на селе, понимать, чем живет село, какие проблемы у него. А они будущие специалисты, которые будут работать в разных отраслях экономики. И это знание очень важно. Домой студенты вернутся 8 февраля. И, как отмечают бывалые снежные десантники, кто хоть раз побывал в этом путешествии, останутся в волонтерской команде навсегда. Ксения Петренко, Сергей Жданов, Новости ОТС. В Чагырской пещере археологи обнаружили новые артефакты. Орудия труда, каменные ножи и зубы неандертальцев. Благодаря этим находкам ученым удалось приоткрыть завесу тайны. Откуда пришли древние люди и почему Южную Сибирь они заселяли дважды? Руководитель экспедиции Ксения Колобова показывает последние находки. Это бифасы, каменные ножи неандертальцев. Древние люди изготавливали такое оружие всего за полчаса. Зато могли потратить недели на поиски качественного сырья. На юге Алтая ценились хальцедон и яшма. Они уплощали одну сторону и заостряли вторую сторону. То есть у нас орудие, многофункциональное орудие, которым можно порезать все что угодно, обработать шкуру. И это орудие, с которого получали другие орудия. То есть это швейцарский нож палеолитической эпохи. Чтобы бифас было удобно держать, одну сторону обжигали, причем почти всегда правую. Этот факт натолкнул ученых на мысль. Неандертальцы могли быть правшами. Больше тысячи костяных орудий, сотни тысяч каменных артефактов и 75 останков неандертальцев. Чигырская пещера – одна из крупнейших стоянок доисторических людей в Северной Евразии. Мы ведем очень тщательные раскопки. Каждый год мы раскапываем примерно 2 квадратных метра. То есть все по-настоящему. Там мы раскапываем скальпелями, зубочистками для того, чтобы найти все артефакты на слое, все зафиксировать. За 13 лет раскопок археологи исследовали пещеру лишь наполовину. Это был базовый лагерь неандертальцев. Факт подтверждают останки мамонтов и бизонов внутри. Древние люди охотились недалеко от дома. Одна из самых необычных находок – вот такой маленький кусочек горного хрусталя. Его обнаружили в ходе последних раскопок. Как поясняют археологи, из такого материала неандертальцы ничего не изготавливали и не использовали его в быту. Поэтому, скорее всего, древние люди нашли минерал и забрали его с собой из эстетических чувств. Археологи подтвердили гипотезу – неандертальцы на Алтае появлялись дважды. Первый раз – 100-200 тысяч лет назад, второй – 60. Но почему они исчезали? Пока загадка. Зато, благодаря анализу типов оружия и ДНК-тестов, ученые сделали вывод – вторая волна древних людей, скорее всего, пришла с Восточной Европы. Популяция большая – около сотни человек. Как они, условно говоря, проникали в те периоды, когда Каспийское море было ниже, когда не существовало Манноческого пролива, какой путь они выбирали. Потому что эта популяция шла северным путем. И вполне вероятно, что они действительно шли за стадами бизонов, а стада бизонов по великому степному поясу, который простирается по всей Евразии. Как неандертальцы преодолели путь? Где останавливались на стоянке? Вопросов перед учеными еще много. Но это тема уже будущих экспедиций. Екатерина Стывко, Александр Ведерников, Новости ОТС. И в завершении выпуска о спорте. Полуночный хоккей сегодня ждет всех зрителей нашего телеканала. Сибирь проведет заключительный матч выездной серии в Риге против местного Динамо. До этой игры подопечные Николая Заварухина потерпели два поражения подряд. Поединок с латвийским клубом – хороший шанс реабилитироваться. Динамо – один из главных аутсайдеров не только Западной конференции, но и всей континентальной хоккейной лиги. Рижане забивают меньше всех – 82 шайбы в 50 встречах. Для сравнения, у Сибири – 116 точных попаданий. Последний раз наш соперник побеждал 4 января. С тех пор потерпел 6 поражений. Но очки набирает, завершая в ничью основное время матчей. При таких результатах неудивительно, что рижане делят последнее место в турнирной таблице с другим – минским Динамо. Добавлю, что встреча с Сибири с латвийским клубом станет первой в нынешнем сезоне. В прошлом розыгрыше команды обменялись домашними победами. Прямая трансляция встречи в эфире канала ОТС в 0 часов 30 минут. Будем болеть за наших. И на этом пока все. Информационные итоги дня оперативно-технично слаженно подведем на канале ОТС в 20.30. Я с вами прощаюсь до этого часа. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин